Все вместе у меня получилось 71 доллар. Представляете? Точно такая же цена, как и на само одеяло. Вот так, девочки красавицы. Но в любом случае, я думаю, что одеяло мне очень понравится, потому что я почитала характеристики, я посмотрела онлайн, я хотела вернуть его. Думаю, а что, верну и куплю себе обычное одеяло Queen. Потом посмотрела характеристики, думаю, не-не-не. Поэтому думаю, ладно, пусть будет нестандартный размер. Причем они называют этот размер не просто Full Queen, а еще Oversize Queen. То есть, девочки, вот у кого такая же проблема, имейте в виду. Найти такой размер проблематично. Так вот, Джонечку сказала, я говорю, вот смотри, заказала под одеяльник. Он такой, ну да, говорит, вроде хороший. Я говорю, ну это для меня, не для тебя. Помнилась мне смешная история, ребят. Дело было в отеле. Ну и вы знаете, что в отеле на больших кроватях там одно большое одеяло. Ну и, короче, ложимся спать. Джончик еще любит кондиционер включить, да помощни. И тут я просыпаюсь в ужасе. Ну, во-первых, мне сон плохой приснился. А во-вторых, было жутко холодно, ребят. И вы думаете, что? Джончик, когда переворачивается на другой бок, он с собой забирает все одеяло. То есть, он, знаете, вот так вот, как бурита, перекручивается в этом одеяле. И фит ты вытащишь из-под него. Ну и я, короче, просыпаюсь, давай из-под него вытаскивать. Ну, кусочек вытащила, укрылась, там, знаете, кое-как прижалась и вроде бы согрелась. А так, получается, я осталась без одеяла. Вместо цветов уже елки-палки продают. Смотрите, какие красивые, да? Некоторым нравится. Вот так поставили. И вот, вместо елки стоит 13 долларов. Можно с шишечками. Да. Вот хорошие вещи. Веночки такие. Ну-ка, пахнут. О, вот эти классно пахнут, ребят. Такая интересная сосна, вообще не колючая. Ну, запах потрясающий. 18 долларов. Или вот такие. Из настоящих елок. Тоже неплохо смотрятся. Но не пахнут. Да, вы знаете, я заметила, очень много елок. Которые вообще не пахнут. Удивительно. Цела яблочек органик. Так, теперь мне нужен салат. Свежий хлеб выкладывают. Пойду брать. Ну, а вот и не тыквы. Кто-то говорил, кормовые, кормовые. Нет. Смотрите, доллар стоит за паунд. Вообще, в этом магазине все есть. Смотрите, какое разнообразие картошки, овощей, фруктов. Возможно, снимать. Людей везде полно. Слушайте, ребята, у меня еще одна проблема. В Америке не могу найти листовой чай. Все в пакетиках. Представляете? А мне-то хочется настоящий, например, зеленый, жасминовый чай. Найти не могу. Теперь за нарезочкой у меня номер три. Мальчик меня нарезает. Так, вот, яйца можно купить. Ну, и вообще, все уже готово. Как я загулялась-то в магазине. Уже месяц на небе. Представляете? Вот так. Набрала, так набрала. Пришла домой. Мои тут уже оттрапезничали. Ну, правда, Джончик сказал, все равно голодный. Смотрите, все съел. Молодец. Джон уже ругается. Говорит, зачем взяла этот пирог? Это его любимый пирог, ребят. Называется кофе-кейк. Мне помогу и вам все покажу. Ух, как темно. Это все? Да, я даже купил его. А, окей. Так. Мой рюкзачок только здесь. А, и вода еще. Что-то вот беру с собой воду, а не пью. Время, ребят, шесть часов. Сразу налетел. Так, ну, как всегда, желтый рис. Вот такие замороженные прецелы. Берете, под водой моете, солите, там специальная крупная соль. И микроволновку. Представляете? 60 секунд, и все готово. Дэвид обожает. Ну, конечно, он не ест каждый день. Это так, для разнообразия. Ребят, как уже сказала, листовой чай найти не могу. Вот взяла вот такой. Новый чай. Написано хорошо для детей. Я согласна. Девят пьет зеленый чай каждое утро. Дальше. Кефирчик. Вот сегодня буду ужинать. Они будут есть бутерброды, а мне кефир. Беру всегда плейн. Там был органический, но с клубникой. А я не люблю. Мне нравится, вы знаете, простой, обычный кефир. Вот этот очень похож на кефир, к которому мы привыкли. Брокколи органические. Смотрю, ребят, всегда. Самое главное, чтобы здесь все было чистое. Никакой гнили, чтобы не было. Потому что если черненькое что-то будет, все обрежьте, там внутри тоже будет. Поэтому обязательно просматривайте брокколи. Дальше. Ой. Что-то я так завязала, развязать не могу. У меня Джон надо мной смеется. У тебя, говорит, углы, как морские. Фиг развяжешь. Ну вот, правда. Взяла огурчики, ребят. Вот такие маленькие. Помните, как у меня на грядке были? Да, только они не колючие. Ну, сладенькие. Я уже брала. Томатный соус. Джончик любит готовить митболсы. Ну, то есть тевтельки. И взяла вот такой мед. Чтобы все болели, и мед у нас ушел. Выбирала, опять же, чтобы не было никакой черноты, ничего. Пахнет помидором. Взяла красную картошку. Будем делать картофельное пюре. Нашла вот такой зерновой творог. Органический. Первый раз. Мне кажется, очень хороший. Все здесь написано. Опять же, plain. Ну, то есть, из цельного молока. Ну, в общем, попробую, расскажу. Иногда беру вот такие вот котлетки на завтрак. С яйцом. Очень вкусно. Ну, знаете, такой отельный стиль. Дальше столатик. Джончику рис. Взяла вот такой попкорн в индивидуальных пакетиках. Потому что покупала в Коско большой, и мы его не съедаем. И потом попкорн, знаете, получается такой, как ватный. Поэтому Джон говорит, возьми такие. А я как-то уже давно попкорн не ем. Желтый органический лук. Пахнет вкусно. Напишут. Чем пахнет лук? Луком, луком. Что мне нравится в этом магазине, у них есть виной фарш. И вот сейчас я вам покажу. Ну, во-первых, взяла фарш индейки для Джончика. Говяжий фарш и фарш из свинины. И я еще дополнительно взяла из свинины. Добавлю яйцо. Сухарики у меня есть. Немножечко лука. Жарю котлеты по-русски. Дальше куриная грудка. Хлеб, из-за которого я приезжаю в этот магазин. Джона, говорю, была самая первая. К этому хлебу никто не дотрагивался. Ну, кроме тех, кто его испек. Ммм, пахнет шикарно. Взяла два батона. Ну и вот нарезочка. Продуктов много, поэтому чек тоже приличный. Получилось 207 долларов 38 центов. Вот так. Ладно, ребят, буду все раскладывать. С вами прощаюсь. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока.